здравствуйте дорогие мои подписчики дорогие мои зрители сегодня я хочу готовить очень простой но очень полезнее очень вкусные блюда готовить это обычно готовят зимой вот как хаш как панель хаш или вот там из шавела который вот суп делают вот это тоже относится к этих этих блюдах это готовится из кислого капусты вот я когда поставила эту капусту покислить я видео снимала и показала как это я делаю вот сейчас она уже кислая и я буду из этого делать корчик пальмянском корчик из этого листья вот мы готовим голубцы там толма пасуц толма из этого готовим и можно это просто маленькие вот шинковать резать добавить там немножко репчатого лука молотого паприки потом зелень и растительное масло будет как салат кислый салат и очень полезно это вот сейчас я буду из этого делать корчик вы попробуйте это кислый суп получается если один раз попробуйте наверно вам понравится сейчас это надо резать это не будем резать как на борщ на больше более мелькие в тонкие делаем а это не надо вот так тонкие делать вот эти грубые части снимем и будем вот так резать вот так сразу в кастрюлю будем до поставиться где вот будем варить да я сказала что это а еще и полезнее потому что здесь идут продукты все полезнее вот это пшеница правда дроблены лук там томатный паста и еще для соуса мука друзья мои я уже готовила капусту сейчас почистила картошку и буду резать на маленькие кусочки ну не очень маленькие как божь кладем и сразу же добавлю капусту вот на такую кастрюлю 2 большие много будет картошки я один с половиной поставила еще промыла уже наш пшеницу и сразу же добавлю сюда и добавлю кипяток чтоб по бисце варилась можно и холодную воду не оставить обязательно кипяток еще вот такие супы варят или на чугунном кастрюлях толстым днем или вот такие как у меня где толстый слой там есть вот это мало немножко тоже добавлю вот налила столько воды много не надо воды и сейчас я это закрою крышкой и поставлю на среднем огне варится дорогие мои вот сейчас надо мелько нарезать лук 2 средних лука хватит это отдельно будем лук жарить и когда почти готово будет наше плюто добавим вот жареное лук я сейчас это буду жарить друзья мои вот почти готова наш кислый суп кислый суп вот сейчас я буду жарить лук репчатый я здесь добавляю топленое сливочное масло вот в чем вопрос вот это едят зимой но еще это едят во время пасса если во время пасса едят вместо вот сливочное масло добавляют растение масло разница вот в этом но в основном она кислая очень вкусная сейчас будем жарить отдельно вот друзья мои уже стала прозрачная наша лук сейчас я добавлю 2 столовые полные ножки муки и вот красный молотый перец если любите острое можете много добавить немножко надо чтоб жарилась мука вместо с луком там минут 3-4 пусть жарится и все и теперь добавлю уже томат томат томатная паста это моя домашняя томатная паста в основном там красный паприка а потом томаты но большинство паприка а теперь немножко воды добавим и будем перемешать как закипит добавляем уже к основному нашему супу вот уже я это все добавлю сюда еще за одно я сюда добавлю одну вот такую большую стакан 200 и 250 грамм это рассол нашего вот у меня рассол есть где вот цветная капуста там качанная белокачанная капуста помидоры и очень вкусный сок у него если старая уже рассол уже дурно будет пахнуть а это у меня хорошо пахнет поэтому добавляю что кислота была еще побольше это суп любит кислоту вот оставлю еще минут пять пусть варится я буду сейчас петрушку уже добавить пять минут друзья мои уже готова наш кислый суп осталось добавить вот сушеный базилик а это у меня и петрушка петрушка не обязательно чтоб свежая можно и сушеный петрушка у меня была свежая я сейчас закрою еще две-три минуты пройдет уже все готовы друзья мои вот и закончила готовить мою кислую суп это очень вкусно если один раз попробуйте вы зимой будете готовить и это можно и есть с черным хлебом вот у меня сыр и буханка я сама испекла для этого супа вот у нас трудно достать ржаной муки поэтому вот второго сорта муки я испекла вот еще хотела бы сказать что внизу этого видео я поставлю ссылку где вот я из этого капусты готовила посуд столма и как вот готовила такой соленый белокочаный капуста как можно солить так что друзья очередной вот видео закончилось жду ваших писем ваших комментариев что непонятно пишите мне рекомендую готовить подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео пока пока